Всем привет! С вами снова Алексей Ортан. И сегодня мы снова находимся на Дальневосточном проспекте, где на данный момент завершен этап по работе с листовыми материалами. Сейчас расскажу вам более подробно. Находимся мы сейчас в кухне-гостиной. В гостиной у нас собран портал под камин, под телевизор. Розетки утоплены в нише специально, чтобы телевизор максимально плотно расположить. Проложим кабель-канал, чтобы провода пропустить к технике, которая будет располагаться снизу. Собрана основа для камина, которая дальше будет шпаклеваться. И вставляться камин, либо свечки, сейчас уже не помню. Установлена столешница из искусственного камня. Также у нас собраны потолки из гипсокартона. Подготовлена, сформирована ниша. Здесь опущен лист гипсокартона. То есть это короб прямолинейный. Опуск сделан специально под высоту карниза. То есть по периметру будут карнизы. И, соответственно, низ карниза будет четко идти по этой линии. Ниши у нас уже зашкатурены. Об этом я рассказывал ранее. Обратите внимание, лист сделан специально в один лист, чтобы в совокупности это смотрелось не слишком толсто. Когда замалярится, будет аккуратное примыкание, аккуратный переход к прямой линии к задней стенке. Также собрано понижение у нас. Это дизайнерское решение. Понижение на кухне. Дизайнерское решение. Здесь будут точные светильники. Сформирована перегородка. Ниша перегородки. Выведены подсветки. Здесь будут полки из стекла, которые будут светиться. То есть будет очень красиво. Потолок из гостиной у нас переходит в коридор. В прихожей сделано понижение. Сделана сформирована ниша. По периметру будет крепиться карниз по низу ниши. Который будет формировать закарнизную часть. В которую будет вставляться подсветка и светить на потолок. Наше стандартное решение. Мы все распред коробки, места по трансформатору располагаем в зоне, где ставятся шкафы. Вот, собственно, здесь будет шкаф за потолочное пространство. Оставлено под трансформаторы и под распред коробки. Далее. В будуаре у нас обшита стена гипсокартоном. И вставлен пенал. В пенал устанавливали субподрядчики. Здесь нами была ранее отбита отметка чистого пола еще на демонтажных работах. И, соответственно, на пенале есть отметка такая, метр. И эту отметку совместили с нашей отметкой чистого пола. Собственно, установили пенал. Он видно, что чуть поднят. Как раз для того, чтобы в дальнейшем, когда отделка будет себе сделана, дверь у нас не вошла в пол, либо не было слишком большого зазора. Здесь также в будуаре зашит потолок. Собран круг под нишу. Здесь будет розетка из гипса вставляться. Нет, полиэтановая. На которую будет еще доштукатуриваться, либо из гипсокартона будет наклеиваться вокруг. То есть розетка будет врезана как потолок. Снизу пойдет у нас еще молдинг, который также сформирует закарнизную часть, из которой будет бить свет, свещение. Сделана также подготовка под карниз, коропрималинейный, для того, чтобы, когда мы закрепили карнизы, у нас была единой конструкцией. В спальне также все просто. Собран потолок, сформированы ниши под шторы, сформирован опуск для шкафа. Собственно, дальше шкаф будет ставиться еще на подиум. Подиум будет собираться, но это будут мельчики делать. И у нас пойдет снизу плинтус, сверху над шкафом у нас как раз пойдет карниз, высота рассчитана. И это будет смотреться гармонично. Как настоящий стройный шкаф, а не подобие того, что многие делают. Когда плинтус доходит до шкафа, по низу не проходит. То есть у нас в данный момент будет завершенная комбинация и по потолку, и по полу. Дальше. В гардеробной у нас сформированы коробы применения формы. То есть потолок здесь интересной формы. Также проведена вентиляция. В гардеробной вентиляции она обязательно. Приток воздуха осуществляется через щель под дверью. И в вентиляцию уходит воздух. То есть постоянно заменяется. Нужно это для того, чтобы воздух не был спертом и одежда, которая хранится, она не бьет. Это постирочная. Здесь собран попуск потолка под коммуникацией, где будут стоять стирание и сушение машины. Это будет в шкафу. Далее остальная часть будет натягиваться на натяжной потолок. Ну, в самом деле здесь все очень просто. Сформирован короб, который зашивает на столицию. За люком у нас коммуникация. Также выведена вентиляция. Зашито. Как вы помните, здесь у нас коммуникация проходила. У нас выведена ниша под шампунь. Сделано специально ниже, чтобы шампунь не были не видны. Здесь у нас глухие части, не бросаясь в глаза. Выведена подсветка. И, собственно, это все зашито. Устроены, установлены встроенные смесители. То есть здесь монолитная стена, ее нельзя было штабить. Поэтому мы провели по верху, зашили это, сформировав дополнительную нишу под шампунь. То есть очень удобное решение. Нет никаких полочек некрасивых. Есть просто ниши, которые, собственно, взяли у кори шампунь, помылись, поставили. Собственно, по работе с лицевыми материалами, наверное, это все. Теперь говорим, наверное, о самом главном и интересном. Это о стоимости. Все эти работы, которые я назвал здесь сейчас, они обошлись в 179 тысяч с копейками. В принципе, не так дорого. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok